всем привет итак для кого это видео это видео это видео это видео еще думаю два или три будет по этой теме так вот это видео для того кто думает какой бы язык выбрать для начала для изучения так ну например кто-то думает что вы меня такое начать изучать чтобы попробовать программировать языков уйма есть компилируемые есть интерпретируемые все такое короче я решил на двух языках написать простейшую игру простейшая игра в данном случае крестики нолики ну что может быть еще простейший то есть какое-то окошечко в котором надо будет нарисовать линии дальше кружочки крестики и соответственно я думаю вы все знаете эту игру крестики нолики так вот я взял два языка язык си и компилируемый язык и язык интерпретируемый или скриптовый язык язык питон или python ну короче как-нибудь вот так буду называть питона так вот беру эти два языка и попробую написать самую одну из самых простых игр крестики нолики вот что из этого получится смотрите кстати можно было бы конечно же взять наверное си плюс плюс носи плюс плюс это наверно больше про объектно-ориентированное программирование такие большие приложения а тут знаете начнешь писать на языке си плюс плюс появится желание создать классы пару десятков для такой игры как крестики нолики чтобы была расширяемость поддержка что было архитектура и нечаянно можно открыть врата ада это серьезно так вот просто-напросто простейший язык си и простейший язык питон это какая у нас задача написать игру с языками определились теперь надо какая-то библиотечка с помощью которой можно создавать окошечки и в этих окошечках что-то рисовать я взял очень популярную библиотеку sdl то есть питоне это пай гейм а языки си там или си плюс плюс это просто sdl библиотека ну что ж приступим и так с чего же начать ну как минимум если у нас будут крестики нолики то есть сначала это у нас язык си вот так сказать основа функция main и все такое то есть нам в некоторых я подробности вдаваться не буду потому что это больше так как бы обзорное видео они обучающие и так у нас будут крестики нолики что нам для этого надо надо подготовить почву но как минимум давайте сначала создадим окно чтобы создать окно давайте-ка подключим с помощью include библиотеку sdl заголовочный файл откуда из этого файла мы будем брать нужные нам функции дальше что нам надо ну давайте нам же надо знать что точнее не знать не что а нам надо задать размеры окна перед тем как его создавать правильно тогда вот так вот и пишем screen виды тыху равно 500 это будет у нас ширина окна 500 пикселей еще конечно же надо высоту высота будет совпадать с шириной вот по 500 пикселей то есть это будет такой квадрат квадратная кошечка 500 на 500 дальше дальше я сразу а ладно это потом что дальше дальше конечно же нам надо на основе этого всего проинициализировать нашу библиотеку чтобы можно было создать окошечко пишем если проверяем вот вызовем функцию то елки-палки sdl есть такая функция и нет проинициализируем эту библиотеку вот и инициализировать будем все так вот если функция это вернет 0 не 0 то мы завершим нашу программу потому что потому что библиотека короче не получилось у нее проинициализироваться так ой чё это такое нажал так идем дальше теперь нам надо создать окошечко до этого пишем sdl вызываем такую функцию create window and render вот открываем скобочки и дальше нам надо указать наши 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 размеры так что она принимает эта функция ого сколько все ширину высоту и всякие какие-то звездочка звездочка звезды а для этого нам надо это будут контексты так сказать куда мы будем рисовать значит заведем глобальные переменные sdl все face нам нужно будет вот назовем его вот так вот скрин все равно 0 дальше sdl windows это будет у нас окно и так и назовем вин так нет windows равно нулю и и еще нам надо пригодиться потом sdl рендерер так рэн 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 вот так вот да а вот она точно это же самое рэн 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 это у нас будут это важные глобальные переменные так дальше теперь создаем окошечко что у нас упринной принимает сначала ширину screen вид дальше высоту дальше флаги какие то что это такое ну это там есть разные флаги window 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 по моему шоу можем перейти это флажок который короче покажет наше окошечко не суть важно дальше теперь так как у нас создастся window окно то в этой переменной будут храниться у нас непосредственно указатель на наше окошечко и дальше рендера тоже нужно есть теперь это только подготовка к созданию окна так так теперь этому нашему окну надо бы сет сет window window так title где тут title вот он указать указать название этого окошечка ну то что вот вверху слева короче там будет давайте его назову simple гамме simple game есть что еще по хорошо надо проверить а конечно же нам надо проверить вот так вот создалось ли окно а то вдруг оно не создастся и будут проблемы если указатель будет равен нулю то конечно же выходит это он один есть дальше так как библиотека sdl вы наверное с ней знакомы а если не знакомы но то беда но что заведем цикл у нас наша игра должна крутиться в цикле постоянно бесконечном цикле до тех пор пока мы не закроем окошечко вот для этого у нас будет такой цикл и создадим такую переменную int так сейчас как мы назовем run не run ну game loop из run равно 1 вот так вот запустим наш бесконечный цикл в котором будет крутиться собственно говоря и на каждой итерации нам надо кое-что проверять что же нам надо проверять ну смотрите usdl а всякие ивенты то есть события будут и нам надо словить события если вдруг пользователь нажмет на кнопочку закрыть у окошечка так и для этого создаем еще один цикл в котором в котором вытягиваем события ивент вот вытягиваем события да кстати надо же создать переменную которая будет хранить описание этой этого события для этого пишем sdl ивент создаем переменную ивент и делаем вот так вот передаем адрес дальше теперь смотрим если у нас то есть пол вытягивает все с события если не равно нулю то надо по ним пробежаться и что же надо узнать ну может быть такое вот событие события закрытия окна это у нас если ивент . . ой type равно sdl quit то нам надо завершить наш цикл вот он game loop is run равно 0 то есть это событие когда пользователь закрывает окошечко и когда он это все закрывает добро то sdl в конце чтобы корректно завершить это все destroy так destroy windows есть вот и укажем наше окошечко то есть его надо корректно закрыть и еще сделать sdl deинициализацию библиотеки Qwit то есть по хорошему вот код который создает окошечко давайте-ка я запущу и посмотрим все ли четенько все четенько как вы видите окошечко создана ошибок нет можно свернуть можно развернуть и можно закрыть закрыли все хорошо теперь теперь аналогичные действия сделаем на питоне и так вот наш питон делаем все то же самое ну почти то же самое вместо include пишем import и импортируем этот модуль дальше дальше нам надо описать такие же переменные правильно то есть нам надо создать переменные которые будут хранить ширину экрана скрин виды их равно 500 ой 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 что-то я ошибся виды далее скрин высоту также 500 так что у нас там тут было у нас тут а ну все так дальше и создадим еще переменную game из loop run то есть работает игровой цикл или нет и это буллинская переменная дальше дальше нам надо проинициализировать нашу библиотеку ну что ж делаем p game и нет вот и все проинициализировали дальше конечно же такой же запускаем цикл пока это переменная true у нас цикл у нас будет крутиться что надо сделать еще а еще надо аналогичным образом пробежаться по событиям которые произошли в движке в окне так сказать и вытянуть делается это довольно таки просто event и функция get вытягиваем это событие и если event точка где тут то то что мы делаем мы нашу наш флажок сбрасываем сбрасываем и для того чтобы корректно завершить в конце вызываем функции завершения а да чего тут нету здесь конечно же еще нету мы проинициализировали только пигейм надо же окно создать ну скрин это будет ну как бы windows будет тут скрин называться и создание окошечко дисплей set мод и в этом сет моде что у нас на передается размеры размеры у нас вот скрин ширина и высота окна и установим нашему окошечку дисплей set caption и как мы там simple game да simple game и давайте попробуем запустим то есть на питоне как мы видим это всего лишь несколько строк кода и здесь тоже несколько строк кода но конечно же немного отличается итак давайте-ка запустим итак вот наш simple game который был написан на питоне а вот наш simple game который написан на языке c оба используют sdl как мы видим здесь по умолчанию что-то черным зарисовывается здесь белым без разницы теперь в этих окошечках будем писать нашу логику вот вот ну а это об этом что-то не складывается слова начало писанины смотрите в следующих видео вот я думаю еще два-три видео будет и в конце наверное конечно же будет мораль а может и не будет вот вот ну а от вас я попрошу подписаться поставить лайк поделиться с этим видео подписаться на трех каналах youtube youtube и яндекс дзен ну а на сегодня все всем спасибо за внимание всем пока